Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Шпилкис и мы продолжаем внедорожные приключения и работу в новом регионе Амурская область в игре Сноураннер. В прошлой серии мы отправились на разведку местности карты Чернокаменск, и это была финальная разведка в Амурской области. Все четыре карты у нас открыты, видны основные дороги и направления, точки погрузки и разгрузки того или иного груза, и мы можем спокойно продолжать работу в этом регионе. А вот карта Чернокаменск, на удивление, оказалась хороша. Несмотря на большое количество, скажем так, медленного снега, я испытал истинное удовольствие от разведки и думаю, работать на этой карте будет не менее приятно. Сегодня мы возвращаемся на карту река Урска и начинаем выполнение настоящего космического контракта. Поехали! Друзья, сегодня мы с вами отправимся на поиски, погрузку и доставку настоящей ракеты, а точнее ее ступеней. Но для начала давайте примем контракт от агентства Маневр-29. Первая космическая. Цех в порядок мы привели, теперь нужен носитель. По секрету, в 70-х тут хотели устроить запуск, да что-то не срослось, и теперь целые узлы ракеты лежат без дела. Может даже дорабатывать их особо не придется. Ну что ж, доставим, узнаем. По этому контракту наша задача доставить три ступени ракеты, двигательную установку, бак второй ступени и бак третьей ступени. Все эти ступени обозначены на карте, в общем-то добраться до них особого труда не составляет, но не все из этих грузов маленькие, некоторые действительно большие. Допустим, двигательная установка это груз на одну ячейку, но бак второй и третьей ступени это груз на три ячейки. Достаточно большой и придется нам с вами брать либо какой-то грузовик, который вмещает на платформу три ячейки погрузочных, либо придется брать что-то с прицепом. Но, друзья, технику я заранее уже определил, некоторые из них вы только что видели на своих экранах, а что нас ждет дальше вы узнаете чуть позже. Будет и модовская техника, будет много модовской техники, ну так скажем 50 на 50. Если у нас все с вами срастется и все будет хорошо, мы управимся за одну серию. Если нет, ну значит управимся за столько, за сколько управимся. В общем, я думаю, что это не критично, потому что маршруты сложные, хоть и уже знакомые, но, допустим, маршрут на карьер. Мы с вами здесь не были ни разу, здесь лежит двигательная установка. Допустим, вот здесь мы с вами бывали в этих местах, но не заезжали в это болото, да. И идти нам придется, скорее всего, тем же уже знакомым маршрутам, вот здесь по вот этому болоту, далее по дороге и возвращаться таким же маршрутом. Смотрите, у нас все сходится вот сюда. Здесь у нас, видимо, цех, ну по ремонту, возможно, ракет или как там, завод какой-то, да, ремонтный. Нам нужно все отправить сюда. В принципе, это несложно. С карьером мы спокойно доезжаем через замерзшее озеро вот сюда. Я даже не стал вот этот завал разбирать, мне он не нужен. Я нашел объездной путь и думаю, что по этому объездному пути гораздо легче пройти, чем проезжать вот здесь. Здесь довольно-таки крутая ледяная горка вот в этом месте, и пройти здесь будет крайне сложно. И одна у нас ступень ракеты находится вот здесь в городе, да. Там у меня недалеко стоит Татар трехосный. Кстати, можно, допустим, даже посмотреть на эту ступень ракеты. Вот она, родимая лежит, но ее нужно грузить. Соответственно, по этому контракту требуется грузовик с краном. Татар, к сожалению, у нас без крана и погрузить не сможет. Но ничего, какой-нибудь брат, близнец, возможно, справится с этой задачей. Я вам слегка намекнул на одну технику из модов, которая у нас будет в этой серии. Ну что ж, давайте приступать. Поедем мы парами. Один у нас будет именно тот, кто будет вести груз, один будет погрузчик, так скажем, кран. Что касаемо вот этого мода Торо Итальяно Пиро, трактор, да, или Ламборжини Нитро, Ламборгини, опять же правильно говорить. Автор не забрасывает мод, автор его дорабатывает, добавил в игру противовесы и добавил вот такой вот кран от Бандита, немножко его переработав в плане вот этих опор. Теперь опоры у нас раскрываются вот таким вот образом. Смотрите, раз, классно, здорово, кран, точнее трактор, ну точнее погрузчик, ладно, не знаю, как назвать эту всю конструкцию целиком. Становится напорой и, в принципе, достаточно устойчив. За счет того, что появился вот этот кран сзади, он сейчас не так стал кувыркаться вперед, но я противовес, по-моему, на тонну, вроде бы, или на 500 килограмм, точно не помню, я повесил. Не знаю, много это или мало, но в игре вот именно такие противовесы. Так, ну что ж, давайте складываем опоры, пересаживаемся в Зигса, он у нас будет ведущим. И давайте начинать, начинать доставку двигательной установки, именно за ней мы сейчас с вами поедем. Куда же, как говорится, без Зигса, без него мы никуда, поэтому обязательно его будем катать, будем пользоваться. Ну и вот этот трактор тоже хочется покатать. Мы на нем с вами разведывали карту какую, дай бог памяти. По-моему, объект Северный Щит, да, мы с вами на этом тракторе разведывали, потому что он вроде как позиционируется как скал. Но сейчас с приходом крана, да, он может уже позиционироваться как вполне нормальный работяга. Давайте включим, наверное, тракторок, в принципе, запас у нас имеется. Топливо и у Зигса есть, и вроде бы трактор шрет не так уж и много. Маршрут я примерно знаю, наша задача дойти как раз-таки до того среза, который я запланировал использовать для того, чтобы добраться на карьер, а там уже добраться далее к двигательной установке. Забегая вперед, скажу, что техника, запланированная на выполнение этого контракта, будет вся большая, вся такая монструозная. Так скажем, ракетовозы, настоящие ракетовозы. Ну, опять же, они, может быть, и не позиционируются как ракетовозы, но выглядят определенно они мощно, классно, как раз подходящие для этой задачи. Так, как там наш Ламборджини? Решил поставить в итоге на него колеса от Шишиги, да, от Тайги. Они же от Тайги, они же от Шишиги, по-моему, какие-то они там ТВС или что-то такое. Маркировка такая. Выглядит классно, но я такие колеса поставил именно для того, чтобы была устойчивость. Пробовал двойные колеса, спаренные сзади и одинарные спереди. Если честно, вообще не оценил этот прикол. Трактор не поворачивает. То есть задние колеса настолько мощные, что он просто толкает себя вперед и практически не поворачивает. Я даже ставил шипованные колеса, казалось бы, что на льду, да, на скользкой дороге, на скользких камнях он должен чувствовать себя нормально. Да, наверное, но он не поворачивает. Что самое интересное. Ну, точнее, очень-очень с трудом поворачивает, видимо, задние колеса. Дают какую-то слишком там большую тягу. Он не успевает просто направить себя. Может быть, дело в противовесе, может быть, вот в этом кране. Черт его знает, в чем там дело, может быть. Но суть такова, что поворачивать на спаренных колесах как-то проблематично. А вот на таких колесах, на обычных, вполне себе нормально. Решил попробовать именно вот такие колеса в этой серии. Но задача, конечно же, у Тора она такая, минимальная. Он, скорее всего, даже и толком не покатается. Хотя один участочек мы все же пройдем на нем. Вот сейчас доедем до места и все же пройдем один участок. Потому что там придется нам расцепляться. Будет довольно сложно, неприятно. Но я думаю, что мы с вами прорвемся что на Зикси, что на Тора. У нас модовская техника. Опять же, забегая немного вперед, скажу, что будет выполнять функцию кранов. Основной доставкой будет заниматься техника из игры. А кранами у нас будет именно модовская техника. Следующие у нас будут два грузовика. Ну, оно и понятно, как бы трактора-то вряд ли осилили бы эту задачу. Так, а мы уже повисли, короче, да? Решил я здесь сократить. На самом деле не хотел я здесь проезжать. У меня был другой заезд в планах. Ну, думаю, ладно, попробую сократить. Сократил. Ну, как всегда, короче. Ну, давай ты, давай ты, Зикс. Черт бы тебя побрал. Давай поедем. А что мы не едем? А, там Тора подзастрял. Он там повис брюшком. Бедолага, повис брюшком немножко на камнях. Давай-ка повышенную дадим. И рванем с тобой на всех парах. Туда мы едем в паре, обратно возвращаемся в одиночестве. Потому что кран выполнит свою задачу. Кран может уходить, как говорится. Но смотрится, конечно, этот Тора потрясающе. Почему разработчики не добавляют подобные трактора? Ну, как бы понятно, потому что функционал у него минимальный. То есть платформу на него не поставить. Он может использоваться только как тягач. Хотя такая техника в игре тоже имеется, да? На которой нельзя поставить платформу. Может быть, они там какую-то лицензию не получили на использование подобной техники в своей игре. Но и в модах, что интересно, тракторов вообще единицы. Вот у нас с вами еще есть МТЗ-82, по-моему, да, трактор? К-62 он называется в игре. И Кировец. Кировец есть, стоит на этой карте, друзья. Но я вам его пока еще не показывал. Может быть, в этой серии я издалека вам его покажу. Тоже техника достаточно имбовая, модовская. Поэтому, ну, как-то в основном прохождении его... Точнее, как основную технику использовать его не хочется. Так, давайте, значит, глушим мы Тора. Пускай он там стоит, отцепляемся и проходим вот этот участок уже на Зигсе. В одиночестве. Я даже не выставлял маршрутные точки, потому что эти дороги, друзья, я знаю... Ну, не то чтобы как пять пальцев, да, своих. Я знаю, как свои десять пальцев. Шутка. Знаю очень хорошо, поэтому мне просто не нужно. Не нужны эти точки, не хочу на них тратить время. Зигс на повышенной, смотри, прет вообще ни в одном глазу, да? Техника богов на самом деле. Он даже просто может по этому руслу переть. Ему по барабану совершенно. Классная техника, здоровская. Но в этой серии, друзья, будут монстры. И покрупнее, наверное, чем Зигс. Ну, уж точно покрупнее, чем Пиро. Сто процентов. Давай, давай, красавчик, пробираемся. Так, ну что ж, я думаю, что заберемся туда на гору. И уже оттуда осмотрим окрестности, хотя что на них смотреть. Мы там подождем с вами Пиро. На нем отдельно пройдем этот участок. Думаю, тоже будет интересно, как он сейчас с этими всеми кранами, противовесами, как он клюет, не клюет передом. Но, по-моему, нет. Сейчас он стал, наоборот, как-то больше перевешивать назад. Заметил такую особенность. Стал как-то больше валиться назад. Так, ну вот, собственно, да. Основная проблема Зигса — это отсутствующие цепи. Малейший камешек под колесом начисто блочит грузовик. Ничего совершенно невозможно сделать. Только ерзать, юлозить, чтобы, возможно... А, не хватает ему, смотри, да. Давай, 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 поднажми, братишка. Давай, выходи на повышенную. Так, хорошо. Но, в принципе, у Зигса несложный маршрут предстоит. Я уже более-менее как-то так помню эти дороги. Однажды я изучил этот маршрут. И хочу сказать, что Зигсу далеко не самое сложное выпало. Но другой технике, наверное, будет посложнее. Так, ну что ж, Пиро. Тора, Пиро. Поехали. Подрубаем передок. А давайте пройдем вот этой стороной. Интересно просто. Прошли там сейчас на Зигсе, а здесь пройдем на Тора. Буду называть его и Тора, и Пиро, что первое придет, как говорится, в голову. Так и назову. А, смотри-ка ты, да? У нас уже есть сложность небольшая. Но я думаю, что мы вот здесь должны проехать. Аккуратненько пройдем, да. Давайте-ка дадим света. Нет, не так. Лучше вот так. А куда делся звук? Мне кажется, должен был повнушительнее быть звук у него, по-моему. Я, конечно, не уверен, но... Мне кажется, что должен был быть... Погромче немножко. А я слышу только бульками воды, хруста льда. А и все, я больше ничего не слышу. Мне казалось, у него был звук. Ну, опять же, модовская техника, друзья. Может, что-то там случилось. Может, что-то там сломалось. Поэтому не исключено. Нет, что-то есть. Что-то есть такое, но, по-моему, был посочнее. Звучок у него в прошлой серии, мне кажется. Ну, точнее, не в прошлой, а тогда, когда мы его с вами использовали. Ну, на этих колесах тоже смотрится. Вообще, конечно, классно. Вот разработчик этого мода придумал. Просто одинаковые колеса, но задние увеличены, да? Такая классическая форма колес у классического трактора. Задние большие, передние маленькие. При этом и те, и те колеса, по сути, одинаковые. Отличаются только лишь размером. Это, конечно, здорово. И вот эти колеса вообще максимально кайфово подходят этому трактору. Обалденно. Нет, тут все же, да, хрустный льда прекратился, и мы слышим какой-то еле-еле там сопящий звук. Что-то там, да, проклевывается. Нет, обязательно надо делать сочнее. Обязательно. Ну, это же трактор, черт возьми. Но он не может работать, как Ламборгини, на самом деле. Не должен. Должен пердеть, тарахтеть, чтобы его слышно было в другом районе. Хотя, может быть, современные трактора и тихо работают, на самом деле. Я что-то даже не знаю. Никогда не задавался этим вопросом. Как работают современные трактора. Так, вот это будет сложный участок для него, я думаю. Посмотрим. Может быть, придется Зигса задом сдавать, чтобы Тора у нас смог здесь пройти. Да, 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 да. Уже, уже есть ряд проблем. А ну давай. Давай, малыш, давай, давай. Даже такие колеса задние кайфовые. Давай. Да, камешек, видели как? Здорово. Засел прямо под трактором и все. Нет, вот здесь вот, наверное, лучше щемануть как-то вот так. Ох, как козлит его здорово с этим, да? С краном. Прикольно. Мало того, что козлит, его еще швыряет за счет мощности. Поставил на него, кстати, топовый движок. Не знаю, возможно, сделал ошибку, но пока непонятно. А давайте мы сейчас с вами дальше поедем на нем, а потом подгоним Зигса, да? Идея хорошая, я думаю. Проедем сейчас на тракторе, а дальше Зигса подгоним. Заодно разведаем, как там спуститься к этому карьеру лучше и проще. Так, хорошо. Вот, собственно, дорога в карьер, да? Хотя... А, смотрите, поверху тоже идет дорога. Или это что-то типа объездной? Нет, это что-то типа заездной. Да? С другой стороны. С другой стороны. Зачем давать такого круголя безумного? Если можно, спуститься сразу здесь. Вот здесь, да? Зачем вот это все? Непонятно. Ну, допустим, мы здесь спустимся, так? Пройдем здесь, здесь, здесь. И попадаем куда-то... Да, вот этот участок может быть, конечно, проблемный. В общем, нам надо вот сюда. Сюда мы можем попасть, кстати, если... А, если мы сейчас проедем вот сюда и спустимся вот здесь. Мы аккуратно выходим. Ну, ладно, давайте попробуем сперва вот этим маршрутом. Что толку стоит размышлять? Нас тут двое, как говорится, можем экспериментировать. Если вдруг что, второй обязательно придет на помощь к первому. Хотя у нас вот этот трактор оборудован автономной лебедкой. Но проблема в том, здесь, в этом карьере, скорее всего, будет, что зацепиться будет негде. Пока давайте просто ехать вперед. Прощупывать, так скажем, направление. Правильно ли мы выбрали его? Камера, конечно, будет здесь дуру гнать полнейшую. А, тут есть вот эти елочки, да? А, нет. Нет. Ну, в смысле, не елочки, а эти вот деревья. По идее, нам вот сюда нужно, да? Ну, смотрите, как-то он нехотя пытался сюда заехать. Не получилось у него. Так, так, так. А здесь у нас что? Ну, вниз нам точно не нужно. Это ровным счетом ничего не дает. Давайте вообще посмотрим, что за карьер такой. А, здесь стояла какая-то вышка, да? Может быть, связь, может быть, осветительная. Вот, собственно, наш двигатель. Ну, по идее, вот здесь пытаться проходить. Давайте попробуем. Так, 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 так. Вот это хорошо. Вот это замечательно. И перевернуться бы, потому что он действительно очень валкий с этим краном. И вот даже когда в гараже выбираешь, он прыгает и козлится обратно, назад. На задние колеса, передние прям подлетают вверх. Прикольный такой эффект, честно говоря. Но мы с вами добираемся в итоге. В итоге добираемся. И это хорошо. Вот, собственно, двигатель, да? Двигательная установка. Хотя выглядит как четыре каких-то сопла. Где, собственно, двигатель-то вопрос? Ну, наверное, это он и есть. Хорошо. Глушимся. И давайте, значит, с Зиксом делаем ровно все то же самое. Посмотрим, друзья, сколько времени у нас уйдет на это на все. Потому что мы только с вами добрались до места. Я бы мог, конечно, заранее расставить все. Но, знаете, в чем проблема? Даже не то, чтобы проблема, а такой момент, как бы, интересный. Добраться до этих ступеней само по себе уже интересно. Не говоря про то, что их еще везти нужно обратно, да? Куда-то там на завод, на ремонтный. Но добраться до этого места уже интересно. Потому что во всех этих местах мы с вами не бывали. Рядом были, да? Проезжали мимо там и так далее. Но именно в карьер в этот мы не спускались. В болото, куда еще одна ступень там упала, да? Ну, как упала? Лежит просто там. Мы туда тоже с вами не спускались. Или не поднимались, смотря где это болото. Я думаю, что уже интересно просто хотя бы сюда добраться. Смысл в том, что добираться же нужно еще и обратно. Поэтому, возможно, вот эти ступени у нас с вами растянутся по времени. А может быть, одна серия, одна ступень. Посмотрим, как мы в итоге с вами это все придумаем. Так, ну что ж, что ж, что ж. Давайте пересядем, наверное, в Тора. И подгоним его как-то более правильно для погрузки. А давайте, знаете, как сделаем? Прямо как трактор. Должен работать петушок. Настоящий, да? С задом, конечно же. Это будет прям то, что нужно. Красиво, черт возьми. Посмотрим, сколько мы будем сейчас выбираться обратно. Сможем ли мы захватить еще доставку ступеней в этой серии. Потому что делать серию там часа на полтора, на два, ну как-то по сноуранеру тяжело. Потому что и вам смотреть будет тяжело. Все-таки игра медленная такая, да? Медитативная. Ну и мне тоже будет тяжеловато. Так, ну что, поехали. Как ты выглядишь-то хоть с этой штукой? Вот смотри, кстати, если развернуть, да? Давайте, знаете, как сейчас делаем? Загрузим. Загрузим, развернем и поставим. Точнее, согнем вот эту штуку вниз, чтобы получился настоящий ковш экскаватора, да? Ох ты! А противовесик-то нужен был побольше, да? Так, главное ты, друг мой, ты справься со своей задачей. Мне больше от тебя совершенно ничего не нужно. Мне нужно, чтобы ты просто справился со своей задачей. Просто погрузил эту штуку на платформу. Так, хорошо, хорошо. И он справился со своей задачей. Давайте вот так вот сейчас делаем. Интересно просто. А, ниже не опускается, к сожалению, да? Ну, даже так он выглядит уже более-менее, когда, как экскаватор. А в итоге, смотри, там захрапел, братан. Нормально все. Ну, поспи, поспи. Так, восстанавливаем стрелу и что? И все. Глушимся и пересаживаемся в Зигса. Так, тихо-тихо-тихо. Опора. Не опора, точнее. Двигатель. Все, упаковываем. Правда, не туда он упаковался. Я бы, конечно, хотел, чтобы он ближе к центру упаковался. Что переставить? Ладно. Ладно, не суть. Погнали. Я думаю, что попробуем выйти, наверное, тем же маршрутом, по которому пришли сюда. Это здорово сэкономит нам время. И я думаю, что это будет несложно. Зиг спокойно здесь проезжал. А, спокойно, да неспокойно. Но я немножко даже и не туда поехал, на самом деле. Поэтому сейчас попробуем взять более правильный угол вот туда. Так, вот здесь вот будет опасно. Не знаю, насколько этот груз добавил нам парусности, но вполне возможно. Будем сейчас аккуратно. Аккуратно, аккуратно не газовать. Так, ну, скорее всего, самое сложное пройдено. Дальше самое интересное осталось, потому что маршрут действительно классный. По вот этому затопленному лесу там настоящая грязь, которой здесь не так уж и много, да? Смотри, как он на месте подворачивает здорово. Потому что я почему-то сейчас подумал, что придется задом сдавать нам. А он как подвернул, смотри, красиво. Молодец. Ну, в итоге Зиксу, конечно, вот это не вес. Он особо даже не напрягается, как я понимаю. Я смотрю, что скорость не особо изменилась, и, скорее всего, это даже не вес для него. Хочу выйти на повышенную. Вот, все. Схватился. Может быть, успеем две ступени доставить. Эту и еще одну. Посмотрим сейчас, как у нас будет со временем. В принципе, маршруты там у нас не особо сложные. Ну, кроме вот этого болота вверху карты. Там, конечно, будет, да, наверное, самый сложный маршрут и самый долгий из всех. В город смотаться по дороге, в общем, не так уж и страшно. Едь да едь. Никаких проблем. Самое, наверное, сложное будет просто выехать на эту дорогу из гаража, да? Через речку. Ну и, собственно, все. Так, ну что, давай повышенную и погнали. Погнали грызть эту грязь. Вот какой стороной здесь пройти? Да давайте, наверное, держаться как-то ближе к краю, да? Потому что можем сейчас урюхаться по самые зеркала. Да, здорово мы здесь размесили так-то. Но в то же время, смотрите, на повышенный идет, даже не сбавляя практически хода. Лишнего много крутим, но горючка здесь особо нам не важна. У нас неплохой запас есть наверху и на перекрестке у нас по-прежнему стоит цистерна, которую мы можем использовать. Так, давай, давай, давай. Пройдем-ка вот здесь, наверное, да? Вот так, раз, нырнем. Небольшое опасение есть у меня касаемо этой горки. Вроде бы она грязная, не ледяная, не неснежная, именно грязная. По идее, Зигз должен залетать. Но. Всегда есть но. Цепей у нас нет. Черт его знает, залетит он или нет. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, да. Опасение единственное, наверное, сейчас на возвращении развеяно целиком и полностью. Можно больше не опасаться. Единственное, что можно по-прежнему где-то, но перевернуться. Поэтому желательно нам с вами аккуратненько... Ох ты! Видал, швырнул валунка. Что единственный раз доказывает, друзья, точнее, не единственный раз, а очередной раз, что физики здесь нет никакой совершенно. Эти камни вроде бы кажутся, да, тяжелыми и так далее, но при определенном стечении обстоятельств, точнее, скриптов, камни эти летают лучше, чем из рогатки. Маленькие камешки. Так, пройдем вот здесь, наверное, не хочется по наклону идти. Здесь как-то попроще. Вообще, идеальный маршрут, на самом деле, вот этот. Именно объезжать завал, который находится вот здесь вот наверху, слева, да, вот этот завал. Завал на тропе. Его можно даже не разбирать. Он вообще не нужен совершенно. Тем более, что самое интересное, что завал, ледяной наклон, вот этот ледяной наклон, вот он виден прямо отсюда, это далеко еще не самое прикольное, что там есть. Ну, прикольное в кавычках, конечно же. Там есть еще разрушенный мост, который объезжать надо. Не то, что там танцы с губном, там надо целый этот самый оркестр шаманов вызывать, чтобы они там помогали реально. Я бы вам показал, но завал. Завал на тропе, друзья. Я его просто расчищал однажды, а потом откатил сохранение. Думаю, да пошло, ну все. Он того не стоит. Потому что ты расчищаешь этот завал и все равно вляпываешься в дуру. Ты не можешь там адекватно проехать. Так, ну что уж, далее мы с вами идем по дороге, все время по дороге, все время прямо и попадаем. Ну, собственно, да, на завод, я думаю, что нам даже не нужно ни точек ставить маршрутных единств, на что давайте перемотаем. А давайте вот так вот сейчас вот этот участок пройдем. Утром, да, а потом у нас будет много-много светового дня в запасе. Через пару часиков по местному времени станет уже достаточно светло и можно бы выключить фары и кайфовать от продолжительности светового дня. Зикс, конечно, мощь. Мощь в чистом виде. Офигенный грузовик. Вроде как намечается к выходу следующая фаза. Это у нас четвертая сейчас, да, намечается к выходу пятая фаза и, по-моему, там будет какая-то осенняя карта. И вот там-то Зикс просто будет королем. Там, где нет льда и скользких камней, Зикс будет просто королем игры. Экономичный достаточно, да, плюс огромный багажник с запчастями. он тебе и тягач, он тебе и грузоперевозчик, так, все в одном флаконе. Вот это место еще неприятное на самом деле. Здесь нужно правильно попасть. Попали. Правильно. И вот этот камень, понимаете, вот я уже однажды высказывался на тему этого камня. Знаете, вот в чем прикол этого камня? Он лежит именно там, где должен мать его лежать. Потому что, потому что, и даже там два друг друга лежит, что очередной раз доказывает, что физики здесь нет. Он лежит именно так, что ты его будешь объезжать, а потом тебе придется еще направлять грузовик четко, вот именно так, чтобы не завалиться колесами между вот этих настилов. А в чем, собственно, прикол, да? То есть, ты сбавляешь здесь коры, соответственно, сбавляешь темп, соответственно, ну что, равно искусственное затягивание времени. Камешик, который никак не усложняет игру, просто ее немножко искусственно затягивает. Ох ты, Зикс, братан, а у тебя, да, смотри, давай-ка вот сюда тогда. А то ты будешь сейчас здесь очки за дрифт получать. смотри, как его даст с одной стороны в другую. Вы знаете, в чем смысл? Следующие два красавца, которые у нас будут доставлять баг второй и баг третьей ступени, они, кстати, тоже без цепей. на них не предусмотрены цепи. Там мощные колеса, их много, но цепи на них не предусмотрены. Но в принципе, да, в принципе, справляемся. Я думаю, что и те двое тоже должны справиться. Так, ну что ж, пол серии у нас прошло ориентировочно. Первая часть груза доставлена. Первая единица. может быть я сокращу на монтаже что-нибудь посмотрим. А может быть не будем. Так, ну что ж, двигательная установка разгружена. Отлично. Зикс молодец. Огурец, да, с такими зелененькими прожилками. А мы с вами переходим к следующей технике, точнее, к следующей паре техники, которая поедет, наверное, за баком второй ступени, который у нас самый, да, самый, скорее всего, сложный, самый далекий. Ну что ж, давайте отправляться в дорогу. Встречайте, друзья, следующая пара техники это Колоб и Мустанг, он же КамАЗ. КамАЗ у нас будет краном, у него стоит крутейший 25-тонник сверху. КамАЗ-модовская техника, Колоб техника из игры. Колоб будет использовать вот такой вот длинный прицеп, по-моему, он на 5 ячеек, насколько я помню, да, на 5 ячеек, 3 из которых мы займем баком второй ступени. Ну что ж, заводимся и давайте начинать. Сейчас выкатим, наверное, на лед и далее уже посмотрим, как там в сцепку, войдем и попрем туда через болото на самый-самый верх карты будем прорываться к баку второй ступени. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Колоб достаточно мощный, все блокировки, все дела. Надеюсь, что он справится со своей задачей. Кстати, у него же активная подвеска. Давайте-ка мы с вами немножко приподнимемся. Это будет то, что нужно для прохождения снега, камней и так далее. Хотя сидит он, конечно, низковато. С этим не поспоришь и, возможно, именно камни могут стать его, так скажем, ахиллесовой пятой. Ну и, конечно же, вот такие вот крутые спуски, на которых он мордой ловит запросто себе урон. Так, хорошо, вышли на лед. Глушимся. Давайте гнать камазы сюда, дальше в сцепке вместе пойдем. Камазы, по-моему, от РСК, если я не ошибаюсь, друзья. У меня несколько видов стоит, потому что есть Татар, есть Мустанг. И то, и то в итоге камазы, но вот кто чей, я уж не помню, по-моему, вот это вот от РСК мод, а Татар, по-моему, от кого-то другого. Так, кран действительно дает прям такую серьезную парусность этой техники, поэтому нужно аккуратно нам с вами кататься, чтобы не перевернуться. Автономок здесь уже нет, хотя, в принципе, каждый сможет друг другу помочь в случае чего, но лучше не затягивать этим время. Я бы, конечно, с удовольствием поставил бы сверху вот эту платформу. Я бы поставил этот камаз и спокойно бы поехал до места, чтобы не беспокоиться за перевороты, но, по-моему, на эту платформу поставить можно, закрепить, скорее всего, нет. В Висконсине мы с вами немножко покатались на этих, по-моему, двух колобах, насколько я помню, да, была у нас серия такая, доставляли мы, по-моему, если я не ошибаюсь, секции железнодорожного полотна, да, восстанавливали с вами ЖД полотно. Так, 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 тихо, 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 здесь особо не увлекаемся приближением туда к краю, к середине реки, здесь реально можно провалиться. Вот на замерзшем озере там попроще с этим делом. Но, смотрите, без цепей, да, прет прям как надо. А Камазик, скорее всего, да, Камазик немножко влип, но ничего. Давайте мы, наверное, с вами сейчас как поступим. Да, сбросим Камаз, постоит, подождет, а мы давайте вот сюда забираться. По-моему, мы уже с вами обсуждали этот колу раньше в комментариях, да, вы писали, что вроде как это не ракетовоз, но я постарался подобрать на эту серию технику действительно мощную, при этом напоминающую все-таки ракетовозы, да, хоть чем-то. Сейчас мы с вами пройдем вот этот маршрут, спустимся также на лед и точно так же подождем Камазик. Ну, точнее, пересядем на него и доберемся, а Колоб нас подождет. Но приятно. Смотрите, вот он прет, да, прям прет и прет с одной скоростью, практически без каких-либо остановок и заморочек. Мне рекомендовали однажды в комментариях вот этот прицеп именно потому, что у него снизу нет никаких зацепов и он плоский, да, то есть где-то зацепиться будет достаточно сложно. И вы знаете, пока, да, пока действительно прицепчик этот меня радует. Тихо-тихо, Камаз, что ты валки-то такой? Ну, почему? Потому что кран. Логично же. Давай-ка дадим мы тебе лучше блокировочку. А здесь мы уже здорово размесили, тут 4, четвертая техника проезжает по этому месту. Ну, надеюсь, мы хотя бы доберемся до места, потому что Камаз, конечно, валяется здорово со стороны в сторону, прям его колыхает как кораблик на волнах. Давай-то поехали. Газуешь там, перегазовываешь. Ну, звук Камазовский однозначно. Звук его родной приятный уху. Дизелек, да, классный. Интересно, а Камазы же есть бензиновые или нет? По-моему, нет, насколько я знаю. Может быть, какие-то модификации есть бензиновые? Ну-ка, знатоки там. Ваше веское слово в комментариях, будьте любезны. Напишите. Вот там камни разлетаются знатно. Колоб, как настоящий ледокол, он просто прет вперед и ему по барабану. И сзади тянет там небольшой такой контейнеровоз, да? Хотя, чтобы контейнеровозу делать там, где ходят ледоколы. А хотя, возможно, а почему не? Выглядит, конечно, он просто фантастически. Мне даже в комментариях писали, что кто-то на нем в армии работал, по-моему. Это, конечно, бомба на таком покататься. Да хотя бы просто посидеть там в салоне, посмотреть на этот космос, да? Ну, давайте. Давайте посидим, посмотрим. Вот такой вот космос. Тут поручень даже есть, прикольно, слушай. Что-то я как-то в салоне и не помню его. Мало как-то в нем сидел. Но сейчас некогда в салоне рассиживаться, потому что нужно контролировать весь путь, весь проход. Вот они, камешки родимые, вот они, вот они родимые, вот они. Все, вывесили качельку. Конечно, тяжело Колобу приходится, он же тащит все-таки еще и КамАЗ. Хоть КамАЗ и своим ходом едет, да? Но все равно он тащит и прицеп, и КамАЗ. Давай, давай, монстр. Ты сможешь, я в тебе, не сомневаюсь. Берем вот такой вот радиус побольше, чтобы и КамАЗ в поворот вошел. А КамАЗ рискует на камнях. Ладно, сбросим его пока. Давайте пройдем этот участок, за поворот уйдем и дальше уже догоним КамАЗ сюда отдельно. Ах, не хватило оборотов ему. Слушайте, ну прицеп действительно, да, как бы не слишком выглядит таким тормозящим. Вроде как вполне себе. поставил на него, по-моему, движок не самый топовый, но вроде как такой средний по мощности. там какой-то топовый за 400 кобыл, по-моему, вылетает. Мне кажется, ему будет слишком. Ну как модовская техника-то на любом движке это едет нормально. Плюс к тому, здесь особо негде разгоняться и у него задача, как бы не связанная с тягой и мощностью. У него задача связанная с погрузкой. Поэтому вполне хватит обычного двигателя, даже самого простого, мне кажется, хватило бы. А может быть, я на нем двигатель и не менял, потому что это на следующей модовской технике я вроде бы заморачивался с движками. На этой нет. Пойдем здесь также по болоту, но будут участки очень сложные, очень долгие. Может быть, даже выпустим вперед КамАЗ, чтобы протащить побыстрее Колоба. потому что участки не сложные, но долгие. Скорее, даже будет правильно так сказать. Вот здесь мы с вами пройдем, я думаю, что без проблем сейчас, наверное. А что случилось? Колобочек. А, камешек. Камешек родимый. Ну, конечно. Конечно, черт возьми. Куда ж без тебя? Хотя, вот вы знаете, уже тенденция такова, что, наверное, да. Слушай, а куда у нас режим подвески стоит? Давайте-ка посмотрим. Нет, он стоял все-таки высокий, давайте-ка высокий оставим. Значит, режим не меняется, если глушишь машину. Это хорошо. А ну-ка повышенную дадим. Не, не вытянет, не вытянет. Смотрю, по оборотам не вытягивает. Блин, вот это обидно. Черт возьми, что там такое, а? Прицеп, скорее всего, да, что-то не проходит, мне кажется. Потому что КамАЗ уже уперся. И вот это, кстати, может сейчас быть на самом деле проблемой. Может быть, поодиночке пройти это место? Потому что КамАЗ явно толкает нас в прицеп, и сейчас может какой-то баг произойти. Полетим мы в небеса, такое уже однажды было. А ну-ка повышенную дадим. Вытянет. Смотри, потянул, потянул, Молодец какой. И себя, и КамАЗик, и прицеп. Красавчик. Наша задача сейчас пройти вот здесь по лесу. Но здесь крайне неприятное место. Здесь будет вот этот синий снег. Очень глубокий, очень неприятный, и еще нужно правильно сюда зайти. То есть мало пройти, нужно еще правильно зайти. Поэтому давайте как КамАЗа избавляться. Бросаем его в болоте, и начнем потихонечку с лебедкой выгребать. так, хорошо. Теперь теперь нам нужно вот сюда. А, ну да. Сейчас пока весь укроп передергаем. Хотя смотри-ка ты, смотри, да? Пошел, 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 бодрячком, бодрячком. Ну, давай, сохрани темп. Слушайте, я нашел заезд идеальный сюда. Я вот сейчас сижу и думаю, что не было здесь раньше так. Здесь реально был вот этот синючий снег, синюшный. И довольно глубокая грязь. Ну вот, собственно, мы до него добрались, только он здесь практически на всем протяжении, если пойти вот этой стороной. Вот здесь он практически везде. А тут получается туда-сюда и собственно все, он закончился. Впереди у нас есть какие-то зацепы? Нет, тогда мы с вами будем использовать лебедку сзади. Назад придется скорее всего той же дорогой. Либо дать круголя. Но там тоже не самая приятная дорога, хоть и определенно будет потверше. А, лебедочка, да, точно-точно. Забыл про тебя. Ну-ка, дай-ка, Гарри, Колобок. Ну, в общем-то, все, возможно, самое сложное позади, друзья, возможно, а может быть и нет. но нам сейчас нужно прогнать КамАЗ той же дорогой. Вот здесь, конечно, если мы перевернемся, по-моему, на КамАЗе автономка стоит. Я вот сейчас только об этом подумал. Думаю, если сейчас КамАЗ здесь в болоте перевернется, придется гнать сюда Колоба. А это крайне нежелательный момент, только затянет нам время. Но вспомнил, что, скорее всего, все-таки модовская техника очень часто на модовских грузовиках стоит автономная лебедка. Возможно, на этом КамАЗе тоже стоит, я, честно, не помню, на какой-то стоит. Так, давай, прорывайся. Тебе попроще, ты без прицепа и с убер-проходимостью своей модовской. Хотя, вот опять же, да, смотрите, одинаково вязнут, что модовская техника, что обычная. Вот есть участки, которые, ну, просто садят любую технику. Ну, кроме, возможно, там этого Чаборза безумного, который вообще прет везде. Просто он даже, не знаю, он даже прет вот по этому льду хрупкому. Пусть не очень быстро, да, но быстрее, чем, наверное, любая техника в игре, мне кажется. И БТР ГАЗ еще здорово прет, тоже везде практически. Но БТР ГАЗ все-таки скаут. Он не грузовик, поэтому на нем груза особо не потаскаешь. КамАЗик приятный, да, согласитесь. У него есть, кстати, новый дизайн. А, блин, блин, показывал красивый ракурс поворот не вошел. Есть у него новый дизайн, когда снизу, вот в бампере у него фары, решетка вот эта вот другая, но мне почему-то милее вот этот старый дизайн. Обожаю именно такой дизайн у КамАЗа. Так, ну что ж, едем дальше. Впереди будет неприятный участок, вон там через скалы будем щемиться. И знаю, что в итоге получится, но, возможно, все будет хорошо, возможно, и не очень. Давай, колобочек, погнали. А по времени у нас, друзья, все идет к тому, что, возможно, возможно, мы в следующей серии будем с вами возвращаться, потому что мы даже не доехали до места. Это первый момент. Обратно нам идти, ну, примерно столько же, сколько мы едем сюда, возможно, даже дольше. Хотя, с другой стороны, обратно проще будет, не будет КамАЗа у нас на хвосте. Хотя и с КамАЗом-то не слишком сложно. Едем и едем, да? Особо ничего не ощущая такого проблемного. Вот как сейчас там КамАЗ пройдет, интересно. Красавчик, идеально проходит. Хорошо. Да, вот уже виднеется стрелочка погрузки бака второй ступени, но до нее еще нужно добраться. И что-то мне подсказывает, что, возможно, еще не самое... А что такое? Кстати, что случилось? Что-то как-то швырнуло прицеп, так странно. Еще, возможно, далеко не самое сложное мы с вами прошли. Может, вот именно туда добираться сейчас будет куда сложнее. Ну, смотрите, как бы, да, КамАЗ валяет, конечно, шатает здорово, когда на нем едешь, но при этом вот сзади мы практически не контролируем его поведение, и он ни разу не перевернулся, что интересно. Хотя вот по всему должен был, наверное, хотя бы раз он все-таки кувыркнуться. Так, вот он, собственно, сам бак. Наша задача, наверное... Да, какая задача? Прямо так вот и переть наша задача. Только давайте мы, наверное, да, КамАЗ сейчас бросаем, пускай постоит немного. Сейчас не хочу беспокоиться о КамАЗе, как он там себя сзади чувствует. Хочу прям подогнать технику. Подогнать и погрузиться. Да, да, так и есть, друзья. Это будет тоже достаточно сложный маршрут. Не зря здесь разбросано столько деревьев. Не зря здесь все это дело лежит. Пеньки, деревья и так далее. Тошнить мы здесь будем, наверное, долго. Несмотря на то, что это 8 на 8 с безумными колесами, они грязевые, чисто грязевые стоят на нем. Других нет, поэтому я решил поставить именно такие. Ну вот, кстати, смотрите, да, мало того, что здесь грязь, плюс еще нужно поставить нам так колоба, чтобы потом еще и выехать отсюда. А выезжать, возможно, будем задом. А Бак куда-то поехал. Смотри. Бак, стой! Ты нужен ракете. Мы без тебя не полетим. Хорошо, глушимся. Куда Бак едет, я не знаю. Что за прикол? Разработчики. Разработчики, остановите, пожалуйста, Бак. Он едет куда-то без меня. Через пеньки и все остальное. У меня такое чувство, что мне придется перегонять, наверное, машину. Ладно, пересядем, потом решим. Подъедем поближе. По идее, вот этот кран, он дотянется, мне кажется, до куда угодно. Он там такая дура выдвигается из него. Так, давай-ка мы сейчас попрем на блокировке. Бак, едь назад. Эх, блин, немножко не туда, не хотел эту колею колобусскую возвращаться. Ну, ладно. Придется, видимо. Да, друзья, все идет к тому, что мы с вами грузимся и, да, это будет у нас первая часть, видимо, выполнения этого контракта. Продолжать будем, я думаю, что в следующей серии. Хотя тоже здорово покатались так-то. Хотя бы немного, но все же посмотрели на технику. так-так-так, выдвинуть, убрать. Поехали. Просто вам покажу, насколько он выдвигается вперед. Смотрите, да, он практически, я не знаю, практически в длину больше, чем прицеп. Да, мне кажется. интересно, вот насколько он может поднять, чтобы прям не испытать вообще никаких проблем. Да, прям с такого наклона и может. Кстати, боюсь, что сейчас доиграемся и, возможно, да. Давайте не будем выпендриваться лишний раз. Крюк, кстати, для красоты. Смотрите, доцепляет он немножко из другого места получается. Не, подожди, давай развернем не так, наоборот. Чтоб прям все четко было. Долго будем правда вертеть, ну, оно того стоит, по идее. Не знаю, конечно, как упакуется груз, надеюсь, что упакуется так же, как положим его. Так. так, отлично, все. Бросаем. Стрела в итоге такая, что можно все окрестности осмотреть. Вон, там у меня тоже припаркованная техника стоит, но это на будущее. Что-нибудь на ней повозим. Пока еще не знаю, что, но определенно что-то мы с вами там повозим. вот так. Восстанавливаем стрелу. наверное, оставайся здесь. Свою работу-то выполню. Красиво смотрится, слушай-ка. Классно. Так, и упакуем груз. А, все равно он развернулся. Слушайте, ну да, ну, ничего страшного. Ладно, развернулся и развернулся. Все. И этот товарищ у нас в следующей серии повезет. Я думаю, этот груз отсюда. Хотя, единственное, что давайте, может быть, подготовим немножко отбытие, так скажем, да? Пока еще по горячим следам, пока помним тут что к чему, куда. Немножко попробуем вырулить отсюда. Да, вы знаете, страшновато с такой штукой, конечно, кататься. А, блин. Вот это, конечно, да. Сейчас можем нахимичить сверх меры. Да, что-то колеса прям, смотри, да, вообще не тащат. Хотя там вязкая грязь безумная, просто как крем брюле какой-то. Но колеса упираются просто нереально. Смотрите, прицеп уже завернуло прям, согнуло безумно. Но особо у нас выбора нету. Нужно нам что-то подобное придумать сейчас, иначе рискуем здесь очень долго крутиться, вертеться. Так, ну вот, наверное. Да, то, что нужно. Сейчас по-чуть-чуть, по-чуть-чуть, полегонечку мы с вами раскрутимся. Хотя бы направим колоба в правильное, правильное русло. Тракторов, ты тут прям вообще как нельзя, кстати, стоишь, дорогой мой. Давайте вырулим на дорогу. И это будет практически идеальное завершение наших сегодняшних покатушек, нашей сегодняшней работы. Контракт действительно сложный. Я почему-то рассчитывал, конечно, за одну серию управиться, но, друзья, тут физически невозможно либо монтировать, резать, либо заранее расставлять технику, но как-то заранее, это считай, 50% интересной такой работы, да, пройдет за кадром, потому что туда и оттуда интересно ехать по-своему, с грузом и без груза, но в будущем ладно, мы как-то этот момент учтем. Ну, собственно, все на этом, да, вот такая вот она первая космическая, но еще пока не доделанная, пока первая космическая у нас с вами не полностью выполнена. Выполним, тогда уже будем радоваться и гордиться. Спасибо, что посмотрели это видео, если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии, пока-пока.